Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Видите, у меня улыбка на лице, потому что прекрасное утро, прекрасные гости, я спикер, и мы с вами начинаем бизнес-завтрак на радио Медиа Метрикс. Сегодня мы вновь говорим об инструментах повышения эффективности управления людьми. Это единственное, что у нас есть для того, чтобы вырваться вперёд в наше тяжёлое время, в наше непростое время. И у меня сегодня великолепный спикер, гость Татьяна Тивунова, главный человек по людям компании Burger King. Доброе утро! Доброе утро всем! Ну ты представил, ты прям великолепный! Да, потому что ты знаешь, уровень интенсивности и интересности эфира говорит об уровне громкости спикеров, которые в этот момент обсуждают какую-то тему. Причём самое интересное, я иногда смотрю свои записи, вот сидят люди, наклоняются, всё же, вот уже магнит. Сегодня мы говорим о вовлечённости, и я так понимаю, это тема любимая твоя, той, которой ты живёшь. Я себя называю фанатом вовлечённости, причём это вот не просто для игры модная тема. Я совершенно чётко, как HR понимаю, что это бизнесовая, очень прагматичная тема. Слава Богу, мой бизнес, с кем я работаю в паре, в компании, точно так же и считает, и мы, собственно, вместе к этому пришли на самом деле. И для нашей компании повышение уровня вовлечённости людей в процессы, в инновации, в то, чтобы двигать бизнес, чтобы не топы двигали, не акционеры двигали, а двигали сами люди. Мы вот поняли, что вовлечённость – это наш ключ. Слушай, вот один из спикеров, который был у меня, он говорит, я вообще не верю в HR эмоций, я верю в HR цифр. Вот я буквально маленькую подводку сделаю в той теме, о которой мы говорим. Любые изменения, происходящие в компании, любые, вот что бы то ни было, ну не знаю, открытие в вашем случае нового ресторана, внедрение нового какого-то процесса или какой-то техники, да в конце концов просто план продаж, это же ты должен что-то новое внедрить. Первое, что ты получаешь, это некое сопротивление. И вот я считаю, что для того, чтобы это сопротивление обойти, управлять этим сопротивлением, это всегда есть люди, система стремится к покою, ну всегда, да. И вот я для себя понимаю, что существует определенная модель влияния, состоящая из разных-разных инструментов. Так вот вовлеченность, на мой взгляд, это тоже важнейший инструмент наряду с историями, наряду с материальным материалом, наряду с личным примером руководителя. Скажи, пожалуйста, как ты пришла к пониманию вовлеченности как главного? И знаешь, мне еще очень понравилось, что ты мне сегодня сказала, фастфуд, если возьмем слово фаст, это ко всему, фаст HR, фаст бизнесы и так далее. Да, скорость, активность, сверхдинамика, это все вот про этот бизнес. Быстрое питание, быстрые люди, быстрое принятие решений. Действительно ли вы быстрые? Быстрые, и, собственно говоря, ну то есть, смотрите, ты начал с того, что вот кто-то говорит, HR эмоции не верю, HR цифры. Вот мы в компании стремимся к тому, чтобы был очень правильный, гармоничный симбиоз, HR цифры, но и HR про inspiration, вдохновление, про как раз вовлечение. Но мы все подтверждаем цифрами. И вот ты задал вопрос по поводу того, что действительно мы быстрые. 8 лет исполнилось в январе компании, 21 января 2010 года был открыт первый ресторан в городе Москва, и 21 января 2018 года нам исполнилось ровно 8 лет. За 8 лет у нас сейчас открыто порядка 580 ресторанов, более 15 тысяч персонала уже нанято и работает, то есть вот цифры, то есть вот да, мы быстрые, мы за 8 лет сделали то, что наши конкуренты делали там порядка 15-20 лет. Поэтому быстро. Другого варианта у нас и не было. Скажи мне, пожалуйста, вот твой вот путь в HR, вот он где? Вот как так сложилось, что ты попала в людей, главное теперь по людям? Ты знаешь, я могу сказать, что начинала традиционно с консалтинга, в консалтинг попала тоже достаточно традиционно, потому что первое образование моё было, это педагогическое, работа с детьми, да, 3 года проработала, но причём я не москвичка, я родилась, жила до 23 лет в Туле, и могу сказать, что как и там же заканчивала университет педагогический, проработала 3 года, но зарплата настолько была махонькая, и возможности вырасти было нереально, а энергии, драйва, идей, амбиции было, хотя бы отбавляю, то есть у меня было два варианта, или продолжать, при этом профессия педагога была выбрана именно от того, что это была работа с людьми, то есть я понимала, начиная там со школы, что у меня сильный конёк – это эффективная коммуникация, я умею договариваться, что ещё более интересно было, я умею доносить информацию, чтобы люди её приняли, поняли и так далее, то есть я понимала, что вот будучи ещё в Туле, у себя там, я поняла, что педагогическая деятельность была бы круто, классно, и она такая вот значимая, и профессия педагога уважаемая, но вот столкнулась я с такими проблемами, отсутствие денег, я понимала, что это нереально, то есть я закончила вуз, я работаю в школе, а я продолжаю там связываться с родителями. А какая была первая должность в ИЧАРе? Ты знаешь, начинала с консалтинга, начинала с рекрутинга, потом, когда перешла в Энхаус, первая моя компания была «Метро Кошенкерри», и я была руководителем отдела гипермаркета, то есть я была операционной ИЧАР. ИЧАР-бизнес-партнёр. Совершенно верно, чему мне совершенно рада, и я сейчас понимаю, что это очень круто начинать именно с операционного ИЧАРа, когда ты не стратегия в офисе и далека от полей. Сразу так получилось, что из консалтинга я попала в розничный бизнес, да, там «Метро Кошенкерри» – это магазины оптовой торговли, но, тем не менее, к сегменту торговли. И я на тот момент этого не так понимала, как сейчас понимаю в данный момент, что начиная с операционного ИЧАРа, когда ты в полях, когда ты видишь конкретных людей, видишь их проблемы, как их подобрать, как их удержать, как расстаться с теми, которые уже давно перегорели и уже вредят бизнесу. То есть вот это всё операционный ИЧАР, он не прописывает стратегию в хед-офисе, как правило, он реализовывает, он с людьми в полях, он собирает информацию с людьми. Почему ты получилась там больше всего, что тебе помогло сейчас? Я могу сказать, что как раз слышать, видеть запросы бизнеса от прям непосредственно конечного клиента. У нас был там стор-менеджер, мы работали в паре, стор-менеджер – это директор гипермаркета, мы работали в паре, и вот я там научилась как раз слышать конечного клиента, своего внутреннего клиента, заказчика бизнеса. Почему? Потому что я не могла в гипермаркете внедрять какие-то, ой, в ИЧАРе это сейчас просто модно, а вот я, наверное, сейчас самореализуюсь, вот я запущу какой-то проект. Я понимала чётко, вот на тот момент, в метро это очень сильно прослеживалось, я надеюсь, что прослеживается до сих пор, что все ИЧАР-проекты, которые реализовывались, они были очень прагматичны и направлены в помощь бизнесу. И вот это я усвоила на корневом уровне, как говорится, вот это было круто, я очень рада, что был этот опыт, потому что вот уйти куда-то в свои там розовые ИЧАР вещи было легко, а вот тут прям вот было конкретно приземление. Буквально один вопрос, скажи, пожалуйста, как сейчас тебе удаётся слышать этих людей из, сколько у тебя сейчас, у вас там ресторанов сейчас в целом? Более 580 открыли. Вот как ты слышишь, как тебе доходят импульсы из каждого из этих ресторанов? Ты знаешь, это самое сложное, когда ты вот как раз переходишь из операционного ИЧАРа, с полевого, переходишь в стратегию. Вот это самое сложное, потому что ты в какой-то момент уже вот начинаешь настолько стратегии, ты видишь большие цифры, ты уже как-то вот в этих цифрах, ты с ключевыми сотрудниками, то есть ты понимаешь… А там просто обычные люди. Да, и вот я могу сказать, что первый момент, то есть это периодическое отлавливание саму себя на то, что, слушай, вот это ты стратегически продумала, здесь ты проговорила, здесь ты что-то там отдала, указание это сделать, а нужно понимать, как это там. Поэтому мы практикуем внутри компании, и в ИЧАР-блоке это есть как участие компании, да, периодические вылазки в рестораны. У нас есть такие, так как проект Гемба, красивым названием называется, суть его следующая, то есть руководитель офиса, любой, не только топ-менеджер, выезжает минимум раз в месяц, минимум, на общее собрание всех директоров ресторанов какой-то одной территории, ну вот есть при территории там 10 ресторанов, вот там общее собрание идет в 8 часов, там обсуждаются все операционные вопросы, вот как раз бизнесовые, да, все, что связано с маркетингом, с операционной деятельностью, с закупками, и в том числе работа с людьми. Там ребята обсуждают конкретные проблемы, у кого-то проблемы с текучестью, у кого-то проблемы с вовлеченностью, у кого-то проблемы с обученностью, или наоборот не проблемы, а крутые кейсы, которыми они готовы делиться, потому что они говорят, у меня нет проблем с текучестью, у меня нет проблем с вовлеченностью и еще что-то. И вот эти такие вылазки, они позволяют держать… Услышать, что происходит там. Да, это только одна из методик. Но там еще у тебя датчиков много по наставке. Есть операционный HR как раз, который есть, полевые HR, с которыми я регулярно общаюсь, и они для меня руки, уши, глаза в хорошем смысле. То есть они всегда кричат первые о проблемах, если они есть, всегда говорят о том, что, Татьяна, вот этот проект круто, что мы запустили, потому что люди из полей говорят, что им это пошло, зашло, потому что, безусловно, мы оцениваем результативность проектов еще и по цифрам, снижается ли текущая, есть индикаторы… Давай буквально тогда сейчас нарисуем скелет управления людьми Burger King. Из каких основных систем? Смотри, ну все традиционно, любая работа с людьми начинается с того, что их надо привлечь в компанию и подобрать. HR-бренд. Совершенно верно. Это HR-бренд, это привлечение людей внутри компании. Что еще? Внутри и вовне. Внутри и вовне, то есть на открывающей вакансии. Карьерный рост существует у вас? Это наше главное конкурентное преимущество, потому что, открывая по 100 ресторанов и более в год, мы обеспечиваем не какой-то мнимый, обещаем, а у нас реальный год, рост людей. Ну, например, как, чтобы ты понимал, человек, приходящий на уровень простого линейного сотрудника, реально, совершенно за полтора-два года вырастет до директора ресторана. Для этого ты, безусловно, в первую очередь должен обладать мотивацией на этот рост. То есть ты должен вкладываться в свое развитие, компания дает все инструменты, никого не зажимают. То есть у тебя есть реальная возможность. Более того, даем возможность. То есть одно дело, когда ты работаешь в компании, и компания ограничена по количеству открытых руководящих позиций. А когда такое количество ресторанов открывается, парни, девчонки, welcome, только рады. И у нас карьерный рост – это основный момент. Скажи, пожалуйста, сначала это просто люди, которые приходят на part-time job, или это всегда на full-time люди приходят? Могут прийти на part-time. У нас очень много студентов. И у них есть возможность тоже карьерного? Безусловно. Дело в том, что у нас приходит, например, студент, он приходил на третьем курсе, и он работает, например, или только в летний период, или он работает каждый день, например, по 4 часа. Как правило, когда он уже подходит к тому периоду обучения, когда не принципиально важно присутствовать 8 часов на парах, он может выйти совершенно на full-time, с ним будет, безусловно, проговариваться гибкий график. То есть, если мы видим, что, безусловно, если интересный парень-девчонка, мы, безусловно, уже там смотрим… Окей, супер. Система подбора. Да. Как? Что в основе? Что является ключевым при подборе людей? Для нас первый момент важный, то есть, если мы практически не берем на административно-управленческие позиции в ресторан, то есть, мы их стараемся вырастить. Если мы берем на линейные позиции, вот, пожалуйста, welcome, заход к нам в компанию, самое главное – это желание работать в сфере быстрого питания. Сфера сложная, сфера тяжелая физически, потому что это 8-часовая смена на ногах. В ресторане нет стульчиков, то есть, ты не можешь как кассир присесть, например, как в супермаркете, или как повар. То есть, ты свою смену работаешь на ногах, есть, безусловно, внутри смены перерыва, где ребята обедают, отдыхают, но вот этот момент быстро, быстрое питание, то есть, когда ты должен работать быстро, ты должен быстро схватывать, быстро учиться, быстро делать карьерный рост. Вот это желание работать в такой быстро динамичной сфере – это первое, что для нас там принципиально важно. Скажи мне, пожалуйста, ценности при собеседовании каким-то образом рекрутеры обращают на это внимание? Есть такой момент, безусловно, потому что у нас 6 ценностей в компании, и одна из ключевых… Можешь их назвать? Да, безусловно. Давай. Это гость, это амбициозные цели, это работа в команде, это признание лучших, не всех, а только лучших, это позитивный настрой роман, ибо все вышестоящее, исключая амбициозные цели, без позитивного настроя… Невозможно. И финальная… Это наша такая изюминка. И социальная ответственность. Ух ты. Социальная ответственность. Если мы что-то для себя делаем, у нас получается, и все хорошо, надо помочь тем, у кого разные ситуации в жизни, и им не так хорошо. Слушай, ну вот эти классические западные фишки, что Google читает резюме с конца, что им интересно, что за человек, а не то, что какой у него был опыт. South Wales Airlines, они говорят, слушайте, но если у человека нет чувства юмора, научить мы ему никак не сможем. То есть, у вас все-таки получается позитив, амбициозность. Ещё очень важно, да, вот первое мы смотрим, насколько человек готов работать в сфере, а вот дальше как раз по ценностям. Безусловно, мы на уровне члена бригады, вот линейного сотрудника, мы не проверяем все шесть ценностей. Для нас что принципиально важно? Обрати внимание на гость, потому что вот это вот… Принципиально. Склонность к сервису, то есть, когда ты улыбаешься искренне от того, что ты вот рад этого человека видеть, да. Накормить его. Улыбки и сервису невозможно вот, ну как… Научить. Научить можно, если там человек, например… Ну, это должно где-то быть внутри с точки зрения, что человек готов позитивно, доброжелательно и уважительно общаться с гостем, а дальше научим всем правильным фразам и так далее. Это да, абсолютно верно. Гостеприимство обязательно, насколько человек готов быть вот таким моментом, да. Это, безусловно, мы смотрим с точки зрения команды, да, важно именно член бригады, насколько человек сможет сработаться, потому что только командная работа. Ресторан устроен так, одиночка. Пользуйтесь какими-то этими фишками, там, Белбин, Хей, там, я не знаю, все что угодно. У нас в этом году будет интересный проект, мы немножечко подсмотрели эту практику в американском Бургер Кинге, они запустили два года назад проект по входному тестированию всех сотрудников, всех людей, которые заходят в компанию, но, безусловно, большая часть это ресторан и ресторанных сотрудников, и как раз там используется тест, он разработан, он в электронном виде, он доступен на любом гаджете, но он как раз учитывает вот ключевые вещи по ценностям, которые должны прощупать и так далее. У нас пока… Ведь команда, по большому счёту, там, в принципе, можно достаточно быстро понять, какого типа люди должны быть, как они должны друг другом, уровень конфликтности, всё остальное, то есть это всё теперь начинает мерить. Пока такого теста нет, то есть мы не на уровне членов бригады, потому что огромный поток всасывается с внешнего рынка, то есть при условии, что у нас работают студенты, это текучесть, то есть текучесть в ресторанах быстрого питания самая высокая среди розницы. И 100% это норма, то есть это дай бог, чтобы 100% у тебя утекло. То есть это очень хорошо, потому что студенты, более того, рестораны быстрого питания воспринимаются как раз молодёжью как немножечко первое место стартовое, потом я уже куда-то, поэтому там целая ещё и задача, чтобы остались и рассматривали нас как долгосрочное партнёрство. Супер, ты уже сказала, что есть следующий такой основа скелета, это обучение, это онлайн обучение, оффлайн обучение, чем вы работаете? Смотри, это и оффлайн, и онлайн, более того, у нас обучение идёт с двух сторон, мы так в кольцо берём, это обязательно так называемое хардовое производственное обучение стандартом, что человек должен знать в ресторане с точки зрения приготовления блюд, с точки зрения продаж и так далее. Сколько времени нужно, чтобы выучить стандарты? Смотри, если это линейный персонал, это месяц. Он не работает или прямо на производстве? Это комплексная система, при которой он работает под кураторством наставника, какую-то часть, порядка двух недель он только смотрит, учится там и так далее, но при этом без практики научиться нереально. Скажите, просто вопрос, они кушают то, что они готовят? Конечно, у нас, более того, компания оплачивает полностью питание людей в ресторанах, и у нас и линейный персонал, и административно-управленческие, они кушают то, что они готовят. То есть, кушают то, что без ограничений или с ограничениями? Ну, безусловно, есть ограничения, чтобы не вылететь вообще за бюджет с точки зрения там костов, но я могу сказать, что мы сейчас вот, например, хотим сделать. У нас сейчас есть определенное меню, которое мы ребятам утвердили, которое они могут выбрать, но вот по инициативе генерального директора мы будем делать историю, когда сотрудники смогут из меню раз в месяц выбирать всё, что они хотят. То есть, чтобы попробовать. Конечно, конечно, потому что они должны знать совершенно то, что они готовят, и это круто. Супер, дальше оценка. Да, оценка, а, то есть, подожди, мы по обучению с тобой не сказали, как кольцо берём. То есть, есть хардовая, производственная хард, и от месяца до трёх месяцев для ООПа, и для административно-управленческого состава обязательно прокачиваем софтовые компетенции корпоративные, которые у нас сделаны на основе ценностей. И это, конечно, у нас формат и оффлайн, и онлайн, то есть, у нас есть дистанционное обучение. Более того, у нас сейчас хардовое обучение, мы с 1 апреля полностью переводим на дистанционный формат. У нас общекорпоративная, большая глобальная программа по всему миру, называется BK-Link. Вот мы идём диджитал-шагами к автоматизации всех этих вещей. Это вот с обучением. Оценка. Да. Оценка существует, присутствует, причём она идёт следующим образом, то есть, на уровне директоров ресторанов. Это раз в полгода, performance appraisal, называется у нас он горизонт. И это оценка, безусловно, руководителя, то есть, руководитель даёт обратную связь по итогам отработанного периода. Есть использование традиционных асессмент-центров, когда мы хотим выбрать среди директоров тех потенциальных людей, которые мы хотим развивать на территориальных управляющих, мы используем асессмент-центры. Есть оценочные тесты, да, вот как раз ты, которую я говорил, да, о том, что перечитал, их много на рынке, то есть, мы стараемся симбиоз этого использовать и вот с точки зрения директоров ресторанов. Конечно, если мы спускаемся, например, ниже членов бригады, там делать автоматизированный performance appraisal, как по директорам, это очень дорого, и это очень долго и массировано получится. И оценка людей линейного уровня, оно происходит, конечно, руководителем ресторана, в работе, по его уровню, там, кассир, пожалуйста, всегда можно увидеть, так настроена касса, сколько конкретный кассир продал на своей кассе, сколько конкретный повар в минуту сделал. Вот как раз про конкретику я хотел сказать, что так как вы компания, которая ориентируется на рентабельность и всё смотрите с точки зрения бизнеса. Прибыльности, конечно. Да, а вот система мотивации, она насколько прозрачна, насколько люди знают, сколько они заработали в течение вот там, сегодняшнюю смену, например. Смотри, у нас система мотивации есть отдельно для линейного персонала и для административно-управленческого. Самая такая… Давай про линейный. Да, про линейный, конечно, потому что это самая огромная часть компании, да. Мотивация единая по всей России, то есть мы в своё время практиковали региональные компоненты, там, да, что, допустим, например, вот на Урале что-то своё там в Питере, мы ушли от этого, мы поняли, что это махины. Затлата одинаковая? Нет, безусловно, окладная часть, постоянная, которая прописана в трудовом договоре, которую мы обязаны выплачивать, она есть… С учётом региональных. Безусловно. А если мы говорим, вот материальная мотивация в виде премии, да, вот уже как раз, когда мы амбициозность нашу подогреваем наших ребят и говорим, что сколько ты вложился, пожалуйста, да, мы выплатим тебе премию. Вот эта мотивация, она единая на всю страну, для каждого, там, член бригады может перевестись из Москвы в Питер, и он будет видеть одну и ту же мотивацию. Мотивация выплачивается, у них она ежемесячная, то есть она выплачивается раз в месяц. И вот, отвечая на твой вопрос, насколько она прозрачна, насколько они видят, как они отработали каждый день. Смотри, мы сейчас идём к тому, чтобы у нас был такой онлайн отчёт, когда человек видел вплоть до денежек. То есть вот я отработал сутки, и у меня за сутки 420, например, рублей. Сейчас именно денежки он не видит, но что он видит? У нас есть настроенный онлайн отчёт у административно-управнического состава, который видит отработку, как отработал кассир, повар, и по этой отработке уже видно, как человек идёт. То есть грамотный директор, он всегда сможет замотивировать кассира или, конечно, да. Получается, что так как у большинства сотрудников ресторана компьютеров нет, но надо до них достучаться, вы как заходите? Через мобильное приложение? Как вы доходите до каждого конкретного сотрудника? Слушай, вот это был действительно кейс для нас сложенный два года назад. Думали, переживали, потому что ты совершенно прям вот бьёшь в самое что... Сидела здесь у меня Вика Лобанова, HR-директор Дикси. Они говорят, мы взяли и купили самый дешёвый смартфон и всем раздали. И всем раздали. И всем поставили электронную почту. Как вы решили? Смотри, мы ушли от момента электронной почты, потому что мы с Y работаем. Там у них мессенджеры. Вот смотри, мы через что пошли? У нас есть, во-первых, внутренняя социальная сеть, которую мы сделали. Есть портал. Как они могут улетать? Это даже не портал, это социальная сеть. Выглядит визуально, как ВКонтакте. Через мобилку заходишь? Да, через мобильный телефон ты заходишь более того. Вот, Роман, немножечко розничный бизнес именно супермаркеты и рестораны. По персоналу разные категории. Когда работала в компании X5 Retail Group, то для нас самый важный, вот прям целевая аудитория кассира, это была женщина старше 35 лет, у которой есть дети, вот она в супермаркете, который рядом в её районе находится, она приходит работать. И она там работает, да. У нас же Y совершенно аудитория молодёжная, и мы, что поняли, у них у всех практически 85% смартфоны. Самый сейчас дешёвый спортсмон можно купить там за 3000 рублей, где-то уже там и за 2000. И мы тоже думали, что надо что-то закупать, дарить, но в какой-то момент мы увидели, что это настолько вот прогрессивно, они себя не видят вне соцсетей, и вот самый повар, который, может быть, зарабатывает прям самую маленькую денежку в компании, он купит себе этот смартфон. И вы создали внутренний портал. Да, и мы… Нет, не портал, социальная сеть. Живёт она? Она живёт, она запущена, ей уже полтора года. Мы сталкиваемся сейчас с типичными вопросами, которые сталкиваются владельцы Фейсбука, ВКонтакте и так далее. Какие? Её надо постоянно прокачивать, надо придумывать заманилочки, надо придумывать какие-то активности, чтобы народ погрузился в социальную сеть, увидел, его там надо быстро захватить, чтобы они остались нам, потому что, смотри, важно, чтобы не просто человек зафиксировался в социальной… То есть, как это… Зарегистрировался. И регистрироваться может любой повар, кассир, вообще совершенно открыто. А важно, чтобы он ещё читал то, что мы публикуем… И комментировал. Комментировал. Лайк, начни с лайка, говорим мы. Да, рекостил. Совершенно верно. И я могу сказать, что вот это сложная история, потому что мы вначале немножко к ней отнеслись более легко, нам казалось, ну как же, для молодёжи мы даём внутрь, мы её назвали «Кингдом», да, у нас прекрасный «Кингдом», заходи туда, всё, всё супер. А потом мы поняли, что не просто сам факт создания соцсети, там постоянно нужно этим заниматься, её прокачкой, конечно. Там амбассадоры бренда должны, как сейчас хорошее очень принятое слово, и мы с тобой сказали, кто-то называет хайпо, то есть люди, которым верят, за которыми идут, у которых не по должности они лидеры, а такие вот негласные люди, которым верят. Это всё очень достаточно сложная работа, но она есть. И наша задача туда как раз ребят полностью затянуть, чтобы они видели там всё, что есть в компании, все новости и так далее. Там будем создавать скоро личный кабинет для каждого сотрудника онлайн, где он может заходить, видеть всё. И там же копеечки свои может видеть. Да. Итак, ты думаешь, я просто так тебя спрашиваю обо А вот чувствую, что ведёшь. А веду я тебя к одному, что всё это и является бусинами в таких, как бы я сказал, бусах под названием вовлечённости. Ведь мы сейчас с тобой проговорили по большому счёту элементы эти. Я бы ещё один хотел спросить элемент, который для меня важен, а потом ты уже прям конкретику прям задаешь. Роль первого лица. Это ключевую вовлечённость, я тебе могу сказать. Просто ключевую. Причём я сказала бы так, роль первого лица важна и его команда. Линейки, да, первые? Минус один. Конечно, минус один. Это обязательно. Потому что вот наш опыт показал, первое, кто принял, поверил и стал двигать лично тему вовлечённости, это был генеральный директор Дмитрий Медов. Как ты доказала, что это работает? Смотри, здесь помогли, безусловно, Аон Хьюитт, потому что мы через аксесс-менеджмент работаем, то есть Аон Хьюитт это как подрядчик, который один из мировых лидеров по поводу именно предоставления опросника по вовлечённости, но в России предоставляет аксесс-менеджмент. И вот мы с аксесс-менеджмент проговорили, нам они дали все выкладки с точки зрения, у них огромное количество аналитик, как вовлечённость влияет на рост инноваций в бизнесе, на рост прибыльности. Очень интересные ребята. Там прям, да, у них есть реальные конкретные просчитанные кейсы, и, конечно, я им сказала, что, ребят, вот есть такая гипотеза, что вовлечённость, повышение вовлечённости в компании «Бургер Кинг» позволит нам добиваться тех амбициозных целей, которые мы ставим сами себе, ставят нам акционеры. На секунду, на паузу. Помнишь, мы с тобой в начале программы сказали, что мне бы очень хотелось, чтобы ты дала какие-то практические советы, потому что нас смотрят по всей стране, и люди, которые живут в простых, обычных, не московских мегаполисах, могли бы что-то сделать для себя. С чего начать измерение вовлечённости? Есть же, может, какие-то простые способы этого сделать? Ты знаешь, безусловно. То есть, если нет возможности привлечь подрядчика с методикой… А ну-ка, я хочу посмотреть, что у меня с вовлечённостью происходит. Да, я бы даже более сказала, что если собственник именно в глубинке, и его надо подвести именно к вовлечённости, к серьёзной, то надо, конечно, не через большого подрядчика заходить, потому что у нас уже всё-таки генеральный директор… Вот сам, большинство собственников в России являются генеральными директорами. И, скорее всего, они не подготовлены, их и считают вовлечённость… И у них нет, скорее всего, и чаров. Но вот он вдруг услышал нашу программу и понял, что ещё одним элементом повышения эффективности его бизнеса… Может быть. Как её померить? С чего начать? Смотри, я… Просто ты можешь, рассказывая про то, как вы начали, говорить о том, какие можно использовать методы. Вот, например, компания Burger King начинала… Меня ещё на тот момент в компании не было как директора по людям, но измерение вовлечённости уже… Вот компания открыта была в 2010-м, а в 2011-м провели совершенно через Excel простой опрос удовлетворённости, да? То есть там были совершенно простые, по-моему, 15-20 вопросов, и вот с этого началось. То есть это можно делать в Excel более того. Я недавно буквально вот на Фейсбуке видела переписку, где HR-клич дал в сообщество о том, что, ребят, а есть кроме Excel какие-то уже автоматизированные, бесплатные, и скидывают коллеги. Уже это есть, это можно погуглить, это можно в HR-сообществах совершенно чётко там запросить, и уже есть более… Минуя Excel более автоматизированная бесплатная там система. И надо начинать мерить. Единственное, что нужно понимать, какие вопросы вы задаёте, что вам хочется понять. Вообще должен собственник, если он делает это сам без HR, и если HR есть у собственника, понять, что через вовлечённость он хочет померить. Потому что в увлечённости есть конкретные… Когда ты говорила вот своему директору, да. Смотри, для нас было принципиально важно, что вот померить вовлечённость и факторы, которые на неё влияют. Вот ты бусинки все нарисовал, вот именно эти бусинки. Нам было важно, насколько человек удовлетворён уровнем мотивации, материальной, нематериальной. Мотивации. Совершенно верно. Нам важно было, насколько человек удовлетворён привлекательностью бренда, которым он работает. Это страшная вещь, когда человек работает, ему нравится зарплата, ему нравится всё. Но не нравится сам бренд. А ужасно. Да, это вот такая очень история по прокачке внутреннего бренда компании. Что нам ещё было важно? Это позиционирование вовнутрь. Обязательно. Причём вот наши исследования показывают, что привлекательность бренда, влияние на вовлечённость номер один. Ты можешь получать зарплату чуть ниже рынка, но ты так счастлив. От этой компании. От того, что ты горд, ты утром просыпаешься, ты плечи расправляешь. Вот расправленные плечи, взгляд, и ты уже идёшь на работу вовлечён. Что было ещё принципиально важно? Посмотреть, как люди оценивают удовлетворённость с содержанием работы. Вот те задачи, проекты, которые они каждый день решают, как они это оценивают. Нам было важно оценить непосредственных руководителей. У нас прям была специальная серия вопросов, как работают с вами руководители, дорогие люди, насколько они для вас коучи, наставники, насколько формируют как раз вот этот уровень ценности, привлекательности бренда. Что ещё было принципиально важно? Карьерные возможности. Нам нужно было оценить, люди довольны или нам… Верят ли они вообще в это? Конечно, или только там топ-команда, департамент людей считает, что у нас такая крутая, мы так хорошо такие вакансии даём. Нам было важно понять, а они-то что говорят там про это, да? Нам было важно, как они оценят обучение. Потому что, безусловно, когда ты создаёшь какой-то тренинговый курс, систему обучения вообще в компании, приглашаешь консалтеров, когда это твоё детище, тебе кажется, так всё круто, уже всё продумал. И вот, возвращаясь, надо же в полях там спросить. У нас вопрос о вовлечённости, нам было так важно услышать, что они говорят именно про те проекты, которые мы считаем там крутыми в обучении. Что было ещё важно? Нам было важно оценить, как они условия труда. Условия труда. Вот это тоже такой момент, который был важен. И ещё очень важный момент, который мы для себя определили при исследовании вовлечённости. Взаимоотношения внутри них? Да. Так называемые взаимоотношения внутри подразделений. Ещё очень важно, кроме взаимоотношений внутри подразделений, это работа с результативностью и с эффективностью. Угу. Это уровень стресса, насколько люди, уровень стресса, баланс личной жизни и работы, насколько это для них экологично. То есть, та работа, которую они выполняют, для них как что-то нарисовал, количество бусин. Прям, да. Ну, слушай, у нас прям такая эмпатия, мы чувствуем. Скажи мне, пожалуйста, зачастую мы спросим что-то, увидим что-то, узнаем что-то. Да ладно, пусть так и будет. Ведь это, это же колоссальный челлендж и вызов своему генеральному директору, когда он узнал об этом, ведь это надо менять, это надо подтягивать. Слушай, это не просто… Ведь вовлечённость это не просто показал, а дальше надо идти. И это труд, это необыкновенный труд, причём собственники, когда ты говоришь, что надо начать, ему в первую очередь надо понять, что ты её померил, но это только самый первый шажок начала пути. Дальше тебе лучше отказаться от идеи вообще вовлечённости, если ты понимаешь, что ты не готов менять сам, меняться сам, менять компанию, менять своё решение, потому что это исследование, это только первый шажок. Мы пошли следующим путём, то есть мы поняли, что в каждом из этих факторов, которые мы мерили, где-то было своё проседание, и мы в какой-то момент сами честно себе дали ответ, что браться за гуш, тянуть его, и потом сказать, вы знаете, ну что-то вот мы не дюжи, потому что мы взяли много обязательств. Мы для себя честно сказали, ребят, всё потянуть не сможем, давайте каждый год менять 2-3 вещи, 2-3 вещи, 2-3 вещи. И вот после исследования вовлечённости мы знаем о многих вещах, которые, например, мы увидели, но мы честно, и мы персоналу говорим честно, возможно, от нас, как от руководства компании ждут наоборот, вот мы сейчас прошёл исследование по вовлечённости, и пусть вот все моменты, которые… То есть Гарри Поттер взмахнёт волшебной палочкой. Да, но мы понимаем о том, что это будет некая имитация бурной деятельности, конечно, можно там и так далее, но более честно взять 2-3 фактора, но их отработать. И самое главное, эту идею поддержал 100% генеральный директор, и эту историю он следует. Вот надо сказать о том, что вот ты там нарисовал во главе всего этой истории первое лицо… В Реггарде, да. Конечно, первое лицо совершенно, потому что вот если он верит в эту тему, а он человек у нас сугубо бизнесовый, и я тебе до эфира говорила, что мы не просто меряем вовлечённость, а дальше мы берём все рестораны, которые получили самые высокие оценки по вовлечённости, смотрим, а это как-то коррелируется с их снижением текучести, с ростом лайк-фо-лайка, с ростом выручки, с прибыльностью этих ресторанов, вообще что-то вообще происходит с ними. Вот для нас принципиально ещё и эта история, чтобы о самим себе ответить. Это не сказочка ли там, собственно, сами себе придумали? У нас… Итак, вовлечённость в первую очередь – это корреляция с бизнес-показателями. Это вообще бизнесовый показатель. Он… слушай, у него такое очень просто сладкое, розовое, HR-название, вовлечённость, вовлечённость – это настолько бизнесовый показатель. Это вот вообще, то есть мы, кстати, так философию вовлеченности несем и в поля, потому что директору ресторана, парню или девчонке, средний возраст 24 года, директор ресторана, продать тему вовлечённости, который тоже вот так… Ну вот что вы им говорите? Смотри, мы приводим элементарно вот эти корреляции. Мы показываем ресторан, называем его название этого ресторана, то есть мы его не скрываем и говорим, вот такой-то ресторан, такой-то уровень вовлечённости, посмотри, у него вот так-то выросла выручка, таким-то образом ебеда, снизилась текучесть, то есть мы показываем на конкретных примерах. А что мне надо для этого сделать? Что для этого сделать? Вот для этого, что интересно, вот когда вовлечённость проходит, вот такой фокус на несколько проблемных зон берёт не только в целом руководство компании топ-менеджеров, но у нас такие сессии, такие как итоговые сессии по вовлечённости проходят внутри каждого блока, у нас есть такая называемая территория, где 10 ресторанов, его возглавляет территориальный управляющий, кустовой менеджер. Слушай, очень интересно такое присутствовать, послушать. Да, и вот там вот этот кустовой менеджер, территориальный управляющий, который возглавляет 10 ресторанов, его задача по-своему, а у нас отчёт формируется по каждому ресторану, по каждому кусту, то есть не просто они видят общую цифру по компании, это ни о чём не говорит, сидит ресторан «Варшава» и говорит, вот общая цифра по вовлеченности всей компании. Ему важно же, а я-то как ресторан «Варшава» где? У нас детализация отчётов вплоть до ресторана. И вот, например, территориальный управляющий уже вместе с этими ресторанами смотрит, что проседает. Мы обучили наших руководителей именно конкретным каким-то вещам, подсказкам, а что можно сделать, если, допустим, у тебя просел фактор карьерное ожидание. Слушай, а дай-ка мне, пожалуйста, своё определение вовлечённости. Для меня вовлечённость – это особое состояние эмоциональное и интеллектуальное сотрудника, которое позволяет выполнять работу лучше, качественнее, эффективнее и так далее. То есть это состояние. И смотри, внимание, эмоциональное плюс интеллектуальное. То есть это не просто эмоция, вот вау, вау, сам не понимаю от чего. Роман нам показывает какой-то знак. Почему мне было очень важно, да. Мы готовы даже ещё и больше на две минуты у тебя забрать, Миша. Вот. Поэтому состояние. То есть получается, не только ты должна передать технологию введения сотрудников в это состояние. Состояние. Как, скажи. Слушай, ну… Одевать бусы? Слушай, и это вот, смотри, это вот самая пошла сложная часть Барлизонского балета. Кстати, Людовик Читернский написал. Да. Я, представляешь, первый раз об этом узнал. Что это его, что за Барлизонский балет. Его, да. Его произведение. Читал дочке книжку про балет. Да. Итак. И вот это самая сложная история. Как одеть бусы? Конечно. Как одеть бусы, как сделать человека вовлечённым? Я тебе могу сказать, что вот с одной стороны очень сложно, а с другой стороны очень просто. Если ты понимаешь, тебе самое главное – нельзя двигаться вслепую. Почему мы заказываем исследования и работаем с профессиональными исследованиями? Раньше мы тоже думали, что мы работаем с вовлечённостью до момента, пока начали исследовать. Но двигаться вслепую – это означает давать человеку то, что на самом деле, в принципе, его не повышает его вовлечённость. Первый шаг – это самый практичный совет. Ребят, любыми инструментами, экселями или какими-то бесплатными. Бумажками или шточками. А он Хьюитт даёт исследование, Гэллоб делает, да, тоже большая крупная исследовательская компания. Пожалуйста, померите у людей, спросите, что не хватает, что не так. Если нет ни на что денег, и экселя нет в компании, а это значит, у тебя, скорее всего, компания человек 100, собери их. И поговори. И поговори. Ты HR, ты можешь разговорить, ты можешь задать… Перейди, HR-директор, да. Да, ты можешь задать правильные вопросы. У тебя нет времени анализировать какие-то сводки, сводные делать. Поговори. То есть, самая страшная вовлечённость – это двигаться вслепую. То есть, давать то, что мне, как, например, директору по людям, своим уровнем, образованием, опытом, ещё что-то, кажется верным. Вот это самая большая ошибка. Как только ты понял, в каком направлении двигаться, как вовречь людей, начать решать те вопросы, которые они… Которые болят у них. Болят. Конечно, конечно. Человек начинает быть тебе благодарным в какой-то момент, потому что он видит, что его слышат, его интересы учитывают, с ним ведут диалог. Вот что принципиально ещё история важна, если мы говорим про линейный персонал. Не использовать меня просто, вот я как стою там, как робот, что-то делаю. Со мной ведут диалог. По большому счёту отношения в компании – это копия межличностных отношений. Сто процентов. То есть, тебя хотят, ты хочешь, чтобы тебя услышали, ты хочешь, чтобы о тебе позаботились, ты хочешь, чтобы тебя любили, уважали и всё остальное. То есть, на, делай то же самое, и тогда получи всё тот же самый результат. Миссия нашей компании – быть любимой сетью ресторанов в России. И вот ты сказал про то, что как взаимоотношения с семьей, чтобы нас любили, чтобы хотели помочь и так далее. Вот у нас, это в том числе одна из таких внутренних моментов компании, вот есть ценности шесть, они поддерживают миссию. Миссия как раз – быть любимой сетью ресторанов. Потому что если тебя любят, к тебе придут. А любимой сетью невозможно стать, если сотрудники не любимы. А люди тебе прощают. Конечно. Если тебя любят, тебе возвращаются. Но любовь надо поддерживать. Любовь, то есть, ты должен так с гостем выстроить систему взаимоотношений, что это невозможно просто нахамить, отдать холодную еду, а всё равно продолжают любить. То есть, это тоже очень большая работа, но при этом не только с гостями, но и внутри с сотрудником. Потому что для нас принципиальная история, мы всегда говорим формула нашей миссии, когда её можно выполнить. Если будут вовлечённые, довольные сотрудники и довольные гости. И, собственно, тогда это будет взаимный симбиоз и любовь. В принципе, после этой твоей замечательной фразы может стать жирная точка на нашем эфире. Но у нас ещё есть время. Две минуты, как я вам сказала. Я хотел немного поговорить про тебя. Скажи мне, пожалуйста, откуда в тебе такая любовь к жизни? Любовь к жизни. Слушай, ну это правда про меня. Мне кажется, от моих родителей. У меня совершенно простая семья. Совершенно. Но вот мама 30 лет проработала на одном предприятии. И я видела, вот каждый день я видела, как она работает внутри. У меня была руководящая позиция. Небольшая, но руководящая. Я видела, как каждый день она работает с людьми, как она к ним относится. У меня прям ролевая была модель. Ну, вот в частности, мама. Потом, наверное, какой-то вот… Тут Господь Бог дал позитив, просто неубиваемый в любой ситуации. Я вижу хорошее. Поэтому вот эта жажда жизни, когда ты… Знаешь, когда хочется жить, когда ты видишь хорошее, то есть, когда ты видишь… Вот ты видишь плохое, ты его оцениваешь, ты понимаешь, но ты всё равно понимаешь, что из этой ситуации можно выйти вот так, вот здесь можно помочь, вот здесь тебе кто-то помог. И когда ты видишь хорошее, хочется жить. Это и есть жажда жизни. Вот на этой замечательной ноте мы с тобой прям вот за три секунды оставляем огромное тебе спасибо. Невероятно интересно, позитивно, энергично. И уважаемые руководители, уважаемые генеральные директоры, собственники, HR-директоры, говорите с вашими людьми. Транслируйте теорию отношений между людьми на теорию отношений внутри компании и с вашими клиентами. Браво. Спасибо, Роман. Спасибо. С вами был «Бизнес-завтрак» и Роман Дусенко. До следующей встречи. Будет что-то интересное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова